Мы заканчиваем свой рассказ о 500-летии спасения Москвы, Владимирской иконы Божьей Матери по молитвам из Сретенского монастыря. Часть третья. Царские милости икона Симона Ушакова. Подведем итоги 1521 года. Стотысячное совокупное войско Махмед Гирея, Сахиб Гирея и литовцев в результате разграбило Нижний Новгород, Владимир, Коломну, окрестности Москвы и окрестности Рязани. Но на этом они и ограничились. В 1523 году Сахиб Гирей был свергнут со стола ханского в Казани. А в этом же году в результате заговора под Астрахунью был убит Махмед Гирей. Литовцы в 1522 году признали Смоленск русским городом. В Апскове чума, начавшаяся в 1521 году, пробушевала несколько месяцев и закончилась в 1522 году, не перекинувшись на другие города. Митрополит Макарий считал, что события 1521 года имеют своим окончанием казанский поход Ивана Грозного в 1551 году. Поэтому повести о 1521 году включили в летописный свод. В 1551 году митрополит Макарий вместе с царем Иоанном Васильевичем совершили крестные ходы в Сретенский монастырь. И особенно тщательно Иоанн Грозный молился перед Владимирской иконой в Испенском соборе о даровании и победе над врагом. И победа пришла. В 1552 году празднование небесного архистратига Михаила Архангела с небесными силами 8 ноября в Сретенском монастыре превратилось в огромное торжество. Большим крестным ходом вместе с Владимирской иконой москвичи и митрополит Макарий вышли встречать победившую рать Иоанна Васильевича. Полки построились перед крестным ходом. Иоанн IV сказал благодарственную речь, в которой особенно благодарил Бога, Пресвятую Богородицу, за дарование победой, а весь священнический и монашеский чин за усердные молитвы. В ответной речи митрополит Макарий сравнивал Иоанна Грозного с Константином Великим, Владимиром Святым, Дмитрием Доским, Александром Невским. Напротив Сретенского монастыря произошло очень красивое действие. Царь Иоанн Грозный снял военные доспехи, надел на голову шапку Мономаха, царские бармы на плечи, на грудь крест и пошел за Владимирской иконой в Успенский собор Кремля. Так закончилось празднование победы над Казанью. В Сретенском монастыре молились жители соседних слободы. Стрельцы, пушкари, звонари и печатники. Пушкари ходили на работу с конца XVI века на московский пушечный двор через Сретенские ворота Белого города. И Сретенский монастырь был у них на пути. Кроме того, сами пушки были предназначены для ограждения Москвы, так же, как ограждением Москвы являлась Владимирская икона Божьей Матери. Неудивительно, что список Владимирской иконы Сретенского монастыря стал небесным покровителем русского воинства, небесным покровителем русских пушкарей. В 1662 году иконописцам Симоном Ушаковым по заказу игумена московского Сретенского монастыря Дионисия была написана икона Владимирской Богоматери, еще один список для Сретенского монастыря. Вообще, время игумена Дионисия, это 30 лет XVII века, захватывало царствование Алексея Михайловича Федора Алексеевича. Это времена рассвета Сретенского монастыря. За это время был построен Владимирский собор, перестроена Никольская церковь, Церковь Марии Египетской, возведена колокольня надвратная, украшены многие иконы и новое церковное утро заведено. Все это было результатом царских милостей, которые распространялись на Сретенский монастырь от Алексея Михайловича и Марии Египетской Милославской, в первую очередь потому, что Мария Египетская Милославская имела в Сретенском монастыре церковь своей святой покровительницы Марии Египетской. 1 апреля, в день Марии Египетской, весь московский двор собирался на празднование в Сретенском монастыре. Церковь Марии Египетской, она с 1385 года была деревянная, в 15 веке уже была каменная, перестраивалась в 16 и 17 веках, служила второй по значимости церковью в Сретенском монастыре. Интересно отметим, что в год написания иконы Симонову Ушаковым барон фон Мейерберг, Августин Мейерберг, написал лики царя Алексея Михайловича и царицы Марии Ильиничной. Австрийский дипломат был в Москве в связи с Русско-Польской войной. Хотелось бы сказать, что в конце 17 века в местном ряду икон Астаса Владимирского монастыря было пять изображений святых покровителей царских особ семьи Романовых-Милославских. Это царь Алексей Михайлович, царица Мария Ильинична, царь Федор Алексеевич, царица Агафья Семеновна и царь Иоанн Алексеевич. Соответственно, их святые были Алексей – Человек Божий, Мария Египетская, Агафья Святая, Федор Стратилат и Иоанн Претеча. Милости Сретенскому монастырю продлились до конца 17 века, когда единогласное правление Петра Алексеевича, Петра Первого, прекратило милости, потому что Нарышкины всегда выступали против милославских, и Петр принадлежал к Нарышкиным. Поэтому Петр не любил Сретенский монастырь и не ходил в Сретенский монастырь. После смерти в 1696 году Иоанна Пятого Алексеевича милости в Сретенскому монастырю прекратились, и наступили тяжелые времена до 1760 года, когда в Владимирский собор Сретенского монастыря была принесена икона и устроен огромный крест чудес и страстей христовых, который известен сейчас в искусствоведении как Шумаевский крест. Благодаря ему приток молящихся в Сретенский монастырь возрос, и наступили новые времена. Редактор субтитров А.Семкин